Девушки отдыхают Да, мой старик работал такой. Я проводил с ним целые вечера, вычищая ролики. Я хотел выйти по его сопрам, но... Жизнь сложилась иначе. Вы, наверное, хотите распродать старое оборудование, а здание снести? Думаю, мы могли бы что-нибудь выпускать. Но там газету или журнал... Херня же, сынок, пешёвая херня! Я всегда мечтал печатать деньги, и это несложно. Кстати, когда-то я этим уже занимался, по-немогу. Да неужели? Конечно. Но для этого нужны качественные клише. Крочно. Но фориды уже помышляют, а не синдикат вашего манитчиков. Синдикат? Да, но до меня же ходили только лишь слухи. Я как раз знаю человека, который в курсе всех слухов. Посмотрите-ка на эту жопу. Я помог быть по имену ручком. Ладно, стой на! Как оно? Что ты знаешь о пешевомонетчиках? Я в порядке, Пол, а как ты? Ладно, 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 ты, похоже, очень занятый мужик. Всё, что я знаю о модных делишках, это то, что отряды поставляют клише. А, блин, ну знаешь, они здесь то, как грузовая компания. А, их босс точно знает, когда прибудет новая партия клише. Спасибо, Пол. Да что с тобой, псих? Налей мне ещё, живо. Субтитры сделал DimaTorzok Ты кто такой? Ой, эй, только не по лицу, не по лицу! Хорошо, я скажу, я скажу! Томми! Сонни! Очевидно, у тебя проблемы со слухом, поэтому спрошу ещё раз. Где мои чертые деньги? Где мой чертый товар? Где моя доля в бизнесе? Ты делаешь из меня идиота, Томми. Нет, они смешно. Итак, сегодня курьер забирает клише из доков. Я собираюсь перехватить его, забрать клише, обрубить все хвосты и вернуться сюда. В зависимости от того, как всё пройдёт, у нас будет или пять минут, чтобы напечатать деньги, пока нас не накроет синдикат. Или целая вечность. Короче, я хочу, чтобы бакси вышли в тираж через пять минут после моего возвращения. Понятно? Не волнуйся, Томми. Мы будем готовы. Мы с пятой, будем недалеко, на случай, если тебе понадобится поддержка. Итак, все готовы? Отлично. Томми, Томми, Томми. Только что звонил Соне. Ты меня скажешь? Я не знаю насчёт тебя, но лично мне только что угрожали убить всю мою семью, что лично меня пугает. Да у шрачки. Что ты собираешься делать? Кент, успокойся. Не спокоен. Спокоен, как человек, который боится за свою жизнь. Хорош нюхать кокс и побереги себя. Всё будет в порядке. Увидимся. Не спокоен. Разве это не слышно? Должна быть перспектива смерти делает таким мой голос. Итак, что тут произошло? Томми, какие-то мафиози сказали, что пришли за своей долей. Сказали, что это не мистера Форелла. Как же михерово. Форелли? Соня Форелли? Да, это он. Я думаю, он был очень источив. Твоей вины здесь нет. Отвезите его в больницу. Томми, сделай ему ещё одну перекусадницу за меня. Я ему их не сделаю. Томми, сделай его. Томми, это Лэнс. У нас большие проблемы. Режай прямо сейчас. Что происходит? Томми, отлично, отлично. Слушай, слушай, слушай. Мне нравится рыба. Я люблю рыбу. Она мне нравится, когда может быть Лэнс. Или веди еду на тарелке. Но как бы я её не любил, я не хочу быть комом для них. Ладно? Но прямо сейчас твои итальянские дружки уже едут сюда, чтобы топить меня. Я! Заткнись, Кэн. Присядь. Парни, мы должны положить этому конец. Мне у кого не должно быть сомнений, что теперь здесь мой бизнес. Мой! Кэн, возьми первую партию фальшивок и упакуй три миллиона по чемоданам. Лэнс, собери парней. Томми! Томми! Они знали, что я в том, что ты! Томми! Следи за языком. А то кто не будет решить, что ты меня обвиняешь в этом неудачном стечении обстоятельств. Просто забери деньги. Забери эти чёртовые деньги. Знаешь что, Томми? Я делал для тебя всё, что мог. Тянул за верёвочки и просил об услугах. Я был твоим другом, Томми. Я надеялся, что ты поймёшь. Понял, что это было ради нашего бизнеса. Я доверял тебе, Томми, а ты разочаровал меня. Но хорошо, хоть кто-то в твоей глявённой шайке понимает, как надо вести дела. Не так ли, Лэнс? Извини, Томми, это вайсиди. И это бизнес. Ты всех нас продал. Нет. Я продал тебя, Томми. Я тебе продал. Настоящие деньги наверху. Сейфер. Томми, так чём же заключался твой великий план? Думал, я возьму фашевые деньги. Сохраню репутацию и свалю тупо подсор хвост. Нет. Я хотел разожнить тебя, прежде чем убью. Я хотел разожнить тебя, прежде чем убью. Больше некому прикрывать твою задницу, да, Томми? Тебе конец, ты подлое говнё. Да неужели? Иди сюда, только мишну, кусок говнё. Ты уже в прошлом, Томми? В прошлом. Это последний танец для Лэнсо Вэнсо. Ты забрал у меня 15 лет жизни, Сонни. И сейчас ты расплатишься за это. Ты так ничего не понял. Ты мой, Томми. Эти 15 лет принадлежат мне. Кончайте его, парни. Он никогда ничего не понимал. Томми? О боже, Томми, что-что произошло? Я на что это похоже? Похоже, что ты испортил свой костюм. Томми, это был отличный костюм. Томми, что тут стряслось? У меня возникли некоторые разногласия с деловым партнёром. Ты же знаешь, как это бывает. Томми, при разногласии, если ты сможешь протягивать землю, ну, может, еще почтово ящик могла боссать. Но я не начинаю третью мировую войну. Знаешь, возможно, тебе стоит поговорить с моим психологом. Этот еще Лэнс, тупой хер. Томми, он мне никому не нравился, хорошо? Он нервный, он ненадежный, он эгоистичный. Да вообще мудак. Я расстос избавился от него. Думаю, что теперь нам севера больше ничего грозит. Потому что нет больше никакого севера. Теперь всем заправляет юг. Подожди, это совсем не то, что я подумал. Томми, малыш. Что же ты подумал? Что мы теперь главные? Ну, в смысле, ты главный. Ну, Томми. Знаешь, Кен, я думаю, это могло бы стать началом прекрасных дел в их отношении. В конце концов, ты коварный подлый мелкий воришка. А я сидишь и без оменивший наркотерковец. Я знаю. Ну, разве это не прекрасно? Томми, это... Как ты? Короче, дружище, я тут пришел позвонить. О боже мой, сынок, ты не поверишь, какой я только что шлюшку подцепил. Одна из уличных, типа того, маленькая голова, не друган. Сказала, что ее зовут Мерседес, или как-то так. О мой бог, дружище, тебе нужно заценить эту птичку. Уж это точно знает, что делать с малышом. Сказала, что я был наилучшим из всех. Готов для нее с рейшами. Увидимся. Томми, Томас, это Кортес. Кипаса. Не скучаю. А как вы, мой друг? Я хотел бы спросить вас насчет Мерседес. Хорошо, что интересует? О, Томми, Томми, я слышал слухи, эти слухи, я даже не знаю, что ей подумать. Может, она думает, что может делать все, что издумается, но Томми, ответьте, это правда. Правда что? Я про слухи. Она вправду решила стать адвокатом? Томми, это же позор. Позор. Понимаете, у семьи Кортесова есть гордость. Мы ни за что не позволим нашей дочери стать адвокатом. Пожалуйста, скажите, что это уже, я Томас не переживу. О, полковник. Могу бы заверить, что Мерседес на питание станет адвокатом. Не переживайте за это. О, спасибо, Томми. Томми, спасибо, я бы не вынес такого позора. А на жилье я не какой-то там паразит, понимаете? Ладно, Томми, прошу меня извини, только что прибыл на меня внутренних дел. Много лет назад я убил его отца во время переворота, так что мне нужно быть с ним повежливее. Эй, добрый день, амиго. Томми Версетти, как выживает, мистер Большая Шишка? Я тут слышал, что ты теперь большой игрок в этом городе, а? Хо, да ты бухой. Не, идиот, я не бухой. Я всего лишь пару раз выпил. Просто два дня уже не спал, понимаешь? Короче, не гони, я же не дурак. Кто обустроил тебя в этом городе? Кто? Я. Вот кто. Да неужели? Не надо только гнать, я познакомил тебя с людьми, показал, как всё устроено. Я многое для тебя сделаю, вот так вот ты меня благодаришь, ты меня просто гнариваешь. Ты не берёшь меня в дождь, после всего, что я для тебя сделал. Да за кого ты меня держишь, за волоха? Пол, успокойся, я был занят, не будь идиотом. Я не идиот, тюфяк. Мне так в колонии сказали. Если хочешь неприятности, сынок, ты их получишь. Томми, дружище, прошу, ты был последней надеждой, я прошу, не смейся надо мной. А, Пол, иди уже выспись, серьёзно.